Потанин будет президентом, а я премьер. Нифига себе. Тебе кажется, что море по колено. Некая существует тайная олигархия. В том числе убийство. Разрыв сердца, он бы умер бы прямо на месте. Юрий будет дуть, дуть будет, Юрий. Для начала, большинство ваших интервью это всегда тревога, беспокойство и рассуждения очень серьезные о том, что собой Россия представляет сейчас. Давайте чуть оригинальнее начнем. Последняя вещь, которая произошла либо в России, либо с Россией, которая вызвала у вас искреннюю радость. Я думаю, что так вот, чтобы уж совсем обрадоваться, к сожалению, такого я даже вот в лед и припомнить не могу. Но мне, конечно, приятно было узнать, что там наши инвесторы участвуют в московских историях. Мне было интересно. Илона Маска вы имеете. Да, да, да. Мне было интересно, конечно, узнать и услышать все вот эти обсуждения про то, как на самом деле наши хакеры могли повлиять на выборы. Потому что понятно, что с одной стороны это, конечно, ни в одни ворота не лезет, но с другой стороны сама мысль о том, что кто-то мог повлиять на первую в мире компьютерную державу, показывает, что к нашим людям относятся нас по-прежнему с технической точки зрения, с большим уважением. Очень много народу к вам приезжает, что в Лондон приезжало, что в Швейцарию, когда вы жили. Встреча, которая произвела на вас самое большое впечатление? Людмила Улицкая приезжает. Она человек очень умный и очень интересный. Я, к слову, небольшой фанат ее книг, так сказать, пытался читать, но, честно говоря, я ей, честно скажу, не мое. Но сама она, конечно, человек меня восхищающий. Чем? Ну, у нее очень сильный такой логический, то, что я всегда ценю, ум. Вот она серьезный аналитик и, конечно, очень цельный человек с точки зрения своих взглядов. Более цельный, наверное, чем я. Еще? Ну, конечно, здесь встречаюсь, может быть, не так часто, как хотелось бы, но с Акуниным. Он в последнее время здесь проводит достаточно много времени. С Сорокином встречался, интересный человек. Вот, так сказать, после этого постоянно шучу, что лучше бы он не писал. Ну, он, собственно говоря, по-моему, и не пишет. Почему? А, самосбывающееся пророчество. Я этого всегда очень боюсь. На что вы сейчас живете? Я же рассказывал. У меня сохранились достаточно приличные суммы от юкосовских дивидендов. Собственно говоря, я это особо и ни от кого не скрывал. Я их вложил в те бизнесы, которыми занимаются мои коллеги. Опять же, это достаточно публичная информация. В общем, хватает вполне. И на себя хватает. Я, наверное, не так много денег на себя расходую. И хватает на те проекты, которыми я занимаюсь. Наши люди, когда не знают, кого спросить, они спрашивают Яндекс. И в топе Яндекса, по нашей информации, в топ-10 запросов по фамилии Ходорковский, на одном из самых высоких мест стоит вопрос «Сколько денег у Ходорковского сейчас?» Вы можете назвать эту сумму «Сколько?» Эту информацию очень хотела бы иметь наша власть, потому что это, собственно говоря, тот ресурс, которым я распоряжаюсь для того, чтобы нашу власть попытаться куда-нибудь поскорее убрать. Поэтому я эту информацию не раскрываю. Хорошо. А если зайти не через власть, а, например, через медиа, которые традиционно считаются уважаемыми или считались в случае журнала Forbes, он в 2016 году снова впервые за то ли 13, то ли за 14 лет включил в вас в список 200 богатейших бизнесменов России. Он в этом рейтинге оценил ваше состояние в 500 миллионов долларов. Имеет право. Насколько эта цифра близка, Костя? Имеет право. Я говорю, у меня есть реальные основания полагать, что вот эта информация как раз относится к той информации, которая важна в боевых действиях. Я их условно, естественно, называю боевыми, потому что так-то они политически. Вот поэтому я ее не раскрываю. В прошлом году стало известно о том, что ирландский банк разморозил 100 миллионов евро, которые когда-то были заморожены, когда дело Югкс ушло, и они вам вернулись. А как это происходит? То есть просто они размораживаются, и вы получаете доступ к этим деньгам? Ну, когда я находился в тюрьме, естественно, полиции разных стран переживали по поводу денег, и было замораживание этих средств. Ну, когда я вышел, я спустя какое-то время занялся этим вопросом вместе со своими юристами. Я пришел в местный суд в Ирландске, ну, или точнее, мои адвокаты пришли, сказали, что, ребята, либо предъявляйте претензии, либо размораживайте деньги. Полиция в течение какого-то времени поработала, сказала, что претензии она предъявить не может, не хочет, это я уж не знаю, так сказать, их дела. Все, суд принял решение о размораживании, с тех пор я смог опять распоряжаться этими деньгами. Всегда очень много смешных историй у людей, у которых есть некий капитал, истории про то, как к ним приходят с предложениями вложить эти деньги во что-то. С тех пор, как вы вышли на свободу, самое дикое или просто необычное предложение, которое вы получали по поводу того, чтобы куда эти деньги вложить? Ну, всерьез считаете, что у меня есть время читать дикие предложения? А может быть, кто-то знакомый знакомого предложил и сказал, что нужно вкладывать деньги в что-то? Да ну что вы, я просто такую ересь не читаю. Я всем сказал, ребят, 10 лет в тюрьме, сбили мне вкус бизнеса в ноль, да, вот, так сказать, смогу по-прежнему, но неинтересно. Поскольку неинтересно, я этим заниматься не буду. Все. Я только что закончил ремонт в своем логове и в который раз убедился, если хочешь себе что-то необычное, если хочешь что-то руконрольное, нужно искать, 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 короче, париться. Когда я узнал об Icon Design, я понял, вариться больше не надо. Пацаны из небольшой российской компании делают мебель с невероятными принтами. Вот, например, старушка Мэрилин. Еще есть старина Элвис, но он сегодня к нам не доехал. Вот то, что я называю евро-чайхана. Я обожаю такие пестрые цвета. Вот конструкция, которая называется «Люди». К внутренней обивке у меня есть вопросы, зато внешняя просто бомба. Важно, всю эту красоту Icon Design наносит не только на кресло, но и на другую мебель. Стулья, столы, шкафы, подушки, картины, все это тоже запросто можно купить у них. Ткани для обивки, столько же, сколько денег у... Если назовете промокод «БУДЕТ ДУТЬ», будет скидка 15%. 15%! Поэтому все сюда. Не в смысле в кресло, а в описании. И покупаем, покупаем, покупаем! Давайте перенесемся в прошлое. Об этом, может быть, вы меня поправите, но об этом очень мало говорят с вами после того, как вы вышли из тюрьмы, но, тем не менее, очень много людей, которые посмотрят это интервью, им интересно перенесить в это время, хотя бы потому, что они были довольно юного возраста. Даже я был довольно юного возраста, в 2000-х годах, когда разворачивалось дело ЮКОСА. Пока я готовился к этому интервью, я пересмотрел довольно много видео той эпохи 2003 года. И в том числе я смотрел ваше последнее интервью, которое вы давали в Нижнем Новгороде, перед тем, как ваш самолет взлетел и полетел в сторону Иркутска, где вас, собственно говоря, и задержали. В том интервью вы излучали просто какую-то звериную уверенность в себе. Ощущение было, что вы вообще не верите, что с вами что-то может случиться. Откуда у вас было это ощущение? Это всегдашнее мнение у людей, что человек перед тем, как оказаться в тюрьме, должен либо пытаться убежать, либо быть абсолютно уверенным в том, что он не сядет. В моем случае это не так. Мне довелось перед тем, как оказаться в тюрьме, я воспользовался возможностью, что мне давали возможность уехать. Я воспользовался этой возможностью для того, чтобы съездить к моим друзьям, попрощаться, договориться о том, чтобы они поддерживали семью, пока я буду в тюрьме. Когда меня спрашивали во время той моей поездки, уважаемые люди, не мои друзья, а уважаемые люди, насколько вероятно то, что я окажусь в тюрьме, я говорил, вероятность 30%. Хотя сам понимал, что она близка к 100%. Это обычный способ психологического давления на оппонентов. Вам дали попрощаться, вы имеете в виду, вам дали съездить в Соединенные Штаты Америки, насколько я понимаю. Да, мне дали возможность выехать из страны, дальше уж никого не интересовалось, куда я поеду. Я поехал к коллегам в Израиль, и часть из них была в Америке, значит, соответственно, в Америку поехал. Потом вернулся в Россию. Но вот этого, собственно говоря, власть не ожидала. Я вернулся из вполне понятных прагматических соображений, что если бы я уехал, то власть не просто бы оказалась победителем в этой схватке, она просто бы могла вытереть ноги не только об меня, но и у моих друзей, коллег и так далее. Потому что, ну, сами понимаете, если человек бежал, то у нас же какое впечатление? Виноват. Виноват, виноват. Раз виноват, начинают рассказывать, ну, кто будет разбираться в этих сложных материях, которыми являются вот эти вот экономические дела. Вы работали в преступной группе. Ну, что говорит обычный человек? Ну, видимо, ну, вот если начальник бежал, мне такие уважаемые люди говорят, что я работал в преступной группе, ну, наверное, я действительно совершал какие-то преступления. Ни фига себе, такое количество людей будут считать, что они преступники? Не пойдет. Вы хоть раз жалели о том, что вы вернулись? Ну, каждый день. То есть вы признаете, что ваша тогда гиперуверенность в себе и ваше стратегическое вот это решение вернуться — это ошибка? Неправильно. Жалеть — жалел. А как же, я же человек. Сделал бы по-другому — не сделал бы. Экс-глава Центробанка и председатель Совета директоров ЮГОСа, ну, правда, им стал, насколько я понимаю, после того, как вас посадили в тюрьму. Ну, конечно. Виктор Герасченко говорил, когда-то у Ходорковского случилось головокружение от успехов. Вы согласны с этой формулировкой? Что у вас в тот период, тот самый 2003 год, те самые баталии с Путиным, у вас было головокружение от успехов? Я не могу в данном случае понять, что означает головокружение от успехов. Успешная болезнь. У каждого успешного человека бывает момент, когда чуть-чуть подрывает крышу, когда тебе кажется, что море по колено. Там была другая ситуация, в общем, достаточно понятная. О ней я как-то рассказывал. Шла такая операция наших спецслужб, которая называлась «Энергия». О ней потом говорили, но очень тихо. В рамках этой операции, как я сейчас понимаю, на тот момент я этого не понимал, он планировал, собственно говоря, захват и постановку под контроль крупнейших сырьевых компаний, новой команды. И выбирали, с кого, собственно, начать. И мы, естественно, об этом знали. Шло реальное противостояние. У нас реально к нам пришли с вопросом «начинайте платить». Я не знаю, насколько в это могут поверить зрители более молодого поколения, но для компании тогда платить взятки в сотни миллионов долларов было абсолютно невозможно. Нереально, невозможно. Ты должен был уходить с рынка. Потому что для того, чтобы хоть как-то работать, нужно было проверяться с точки зрения западного законодательства, иначе ты просто не мог ни в банках ничего заимствовать. Ты не мог размещать акции, ты ничего не мог. И мы постепенно шли к все большей и большей прозрачности. IPO в то время требовали очень серьезной прозрачности. И здесь к нам приходят с позицией «ребят, давайте-ка сворачиваться в обратную сторону». Мы полагали на тот момент, что это мнение все-таки части путинского окружения. Не всего, не самого Путина. В этом была ошибка. Является ли это окружением от успехов, или это является просто ошибкой, просто невозможностью поверить, что президент огромной страны играет в деньги. Собственно говоря, поэтому и произошел тот конфликт. Есть два предания. Во-первых, рассказывают, что причина конфликта, ваша фраза, которую вы при свидетелях бросили Путину, обсуждая строительство трубопровода в Китай, фраза, ее по-разному приводит, но как бы смысл. Вы в экономике не очень разбираетесь. Вы даже не знаете, как отношения с Китаем строить. Якобы это вы сказали Владимиру Путину, и он разозлился. Была ли такая фраза? Нет, это абсолютно неправда. Я, конечно, может быть и похож на, я не знаю, на Константина Борового, или на кого-то еще. Но я на самом деле достаточно выдержанный человек. И даже если бы мне казалось, что президент страны не разбирается в том, в чем он должен разбираться, хотя вопрос трубопровода в Китае, это не то, в чем должен разбираться президент страны. Я бы, естественно, ему это, тем более в такой форме, никогда бы не сказал. Но я этого и не сказал. Хорошо. Второе предание. После того заседания РСПП знаменитого, где у вас случился батл с Владимиром Путиным, Гераченко как раз рассказывал это. Он не присутствовал при этом, но были свидетели, которые ему рассказывали, что вы на эмоциях вышли в коридор и сказали, «Потанин будет президентом, а я премьером». Такое было? Ну, это смешно. Это вот все вот эти вот мелкие разводки, которые запускала администрация президента в течение моей десятилетней отсидки для того, чтобы как-то по-разному размыть реальную причину противостояния. Сурков прекрасный специалист в этом вопросе, и я очень его ценю. Нет, конечно, это невозможно. Вы с Потанином когда-нибудь общались? Если бы я Володе вот такое сказал, тем более в кремлевских коридорах, вот все, разрыв сердца, он бы умер бы прямо на месте. А, он волнительный, да? Ну, вы что, ну, такие вещи, это вообще нереально. Это вообще нереально. Да и я, собственно говоря, если бы хотел сказать такую вещь так, чтобы Путину ее донесли, наверное, сделал бы это более четко. Вы себе представляете руководителя крупнейшей, ну, или одной из двух крупнейших нефтяных компаний на тот момент, который настолько невыдержанный? Ну, Михаил Борисович, смотрите, я представляю другое. Сейчас время изменилось, но я могу отмотать назад и представить, что вы, Потанин и другие бизнесмены привыкли к тому, что страной, так или иначе, предыдущие 7-8 лет управляли вы. И, ну, спесь, уверенность в себе могла остаться. И эта история выглядит, ну, довольно органично. Вы вообще с Борисом Абрамовичем общались? Нет. Никогда не общались. Вообще фантастичный. Речь о Борисе Березовскому. Да. Фантастический человек. Вот он выдал некий миф по поводу того, что некая существует тайная олигархия, которая управляет страной. И поскольку это очень легло хорошо, особенно старшему поколению, на их, так сказать, марксистко-ленинскую философию, то вот он зафиксировался напрочь. Ну, слушайте, ну... Подождите, Михаил. Будьте вы серьезным. Вы хотите мне сказать, что вот термин... Термин. Контент. Контент. Термин. Термин, да. А семибанкирщина — это то, чего не было? Ну, это детский лепет. Вы себе представьте президента Ельцина, которому кто-то что-то навязывает. Окей, в 98-м году после операции на сердце ситуация несколько изменилась. До этого... Да вы что? Михаил. Человек, который дал команду расстреливать Белый дом... Да это смешная история. Это 93-й год. Человек, который... Так, значит, для начала оговорим. Борис Ельцин сделал для России очень много. Каждый из нас должен это помнить. Но, несмотря на это, человек пил, человек руководил нищей страной, которая вела войну в Чечне, человек, которому категорически не хватало денег, и вокруг которого аккумулировалась глигархическая элита, которая эти деньги могла давать. Это не так работало? Вы поговорите как-нибудь с реальными банкирами и финансистами, которые вам объяснят, как работает система. Если вы держите деньги в рублях, то вы все эти деньги держите в российском центральном банке. Если у вас деньги в долларах, то, конечно, они лежат в американской резервной системе, но при тех взаимоотношениях Клинтона с Ельцином, которые были, при том подходе к российскому бизнесу, который был тогда, вот так вот, в одну секунду, эти деньги возвращаются в Россию по команде Кремля. Вообще никакого разговора, вообще никакого соотношения сил, сколько-нибудь сравнимого, между бизнесом и властью. Этот же бизнес делал президентом в 1996 году. Если бы не вы и ваши богатые коллеги, никогда бы в жизни он не опередил бы Зюганова на этих выборах. К глубокому сожалению, здесь я вынужден оговорить то, что вот вы перед этим оговаривали. Я к Борису Николаевичу относился с большим уважением и до сегодняшнего дня считаю, что он сделал для России очень много важного и нужного, смешно на это смотреть и смешно это слушать. Потому что Борис Николаевич был человеком, который принимал решения очень жесткие. И если бы ему нужно было принять жесткое решение в отношении бизнеса, это бы решение было принято просто в одну секунду. Мы не рассматривались как равные партнеры для власти. И в тот момент на самом деле разговор шел между группой, которую возглавлял Сосковец и Крыжаков, и ту группу, которую, так сказать, впоследствии назвали семибанкирщиной, хотя на самом деле там главную роль к счастью сыграл Чубайс, потому что нас бы Ельцин просто не услышал. Позиция группы Сосковца, Крыжакова и так далее была очень простая. Ввести военное положение, запретить коммунистическую партию и без всяких выборов оставить Бориса Николаевича на своем пасту. Это в 96-м году? Это было в 96-м году. Это точнее было в 95-м. Вот с переходом на 96-й. Мы прекрасно понимали, во что это все может обернуться, но Борис Николаевич, вот что я пытаюсь вам объяснить, у него не было в голове вот такой вот ситуации, что он может отдать власть. С этой точки зрения он на Путина в этой части изрядно похож. В тот момент был. Потом изменилась ситуация. Так вот, когда мы шли к нему с предложением, а мы шли все вместе, с предложением, что надо все-таки проводить выборы, и вы, Борис Николаевич, на них выиграете, то альтернативой было введение чрезвычайного положения. И нас у входа к Борису Николаевичу встретил Крыжаков, который нежно сказал, что, ребята, вы отсюда поедете в Лефортово. И если бы не удалось уговорить Бориса Николаевича, то мы бы точно поехали в Лефортово. То есть Ельцин смог принять вашу сторону и сказать Крыжакову, чтобы он не вез вас в Лефортово, а... Он просто в результате этого разговора, как вы помните, возможно, вы помните всю историю. Эта команда была отстранена от избирательной компании. Тогда два вопроса. Я думаю, про выборы 1996 года спросить позже, но раз мы перешли сейчас, ровно два вопроса. Как вы смогли выиграть эти выборы, учитывая рейтинг Ельцина за полгода до этих выборов очень маленький он проигрывал в одни ворота Зюган. Опять же, мы должны понимать реальную ситуацию, что я не был в тот момент человеком, который занимался политической или даже большой общественной деятельностью. Я занимался бизнесом. От нас были люди, которые, естественно, входили в штаб. Но я сам в этом не принимал участие, поэтому конкретные технологии я, естественно, сказать не могу. А в чем было ваше участие? Вы давали, вы спонсировали эту компанию? То, что мы делегировали туда людей, то, что, естественно, мы своими возможностями эту компанию продвигали. Но наши возможности, как нашего бизнеса, они были, в общем, маргинальные. В основном, конечно, речь шла о тех людях, которые владели средствами массовой информации. Мы были в данном случае скорее в роли подтанцовки. Два вопроса еще. Вы... Мы шли туда все вместе. Мы это кто? В каком составе вы шли на тот разговор? Я боюсь наврать. Но, по-моему, там был... Ну, конечно, там был Гусинский, там был Березовский, там был, если мне память не изменяет, Потанин, там был Чубайс. Я не помню. Я весь список не... Вы говорили в интервью к Сении Соколовой «Я дрался за Ельцина в 91-м, я дрался за Ельцина в 93-м, я дрался за Ельцина в 96-м». В 96-м году Борис Ельцин, уже очень немолодой человек, испытывающий серьезные проблемы со здоровьем, между первым и вторым туром принес инфаркт, насколько я понимаю. Объясните, зачем вы дрались за него и зачем вы делали президента страны фактически живой труп? Еще раз, при всем уважении к Борису Николаевичу и тому, что он сделал для России. Я еще... Но это был, кажется, третий инфаркт уже в его жизни. Я пытаюсь вам объяснить, вы по понятным мне причинам этого не можете услышать. Никто не делал в Ельцине. Почему вы выступали на его стороне, точнее? Да, давайте начнем так. Почему? Ведь это же... Потому что альтернатива была чрезвычайное положение. Потому что никто власть бы не отдал. Потому что как это делается, мы видели в 93-м и в 94-м году. И мы не хотели повторения этого в 96-м на улицах Москвы. Потому что я по своему убеждению... Вот главное, что в моих убеждениях есть, я реально вольтерианец. Я считаю, что любой человек имеет право высказывать свою точку зрения. И если 20 миллионов человек в стране считают, что их политическую позицию лучше всего представляют коммунисты, значит, коммунисты должны быть в парламенте. И значит, они должны в этом парламенте играть серьезную роль. Перестанут люди так считать. Уйдут оттуда коммунисты. Но это мои глубокие убеждения. И если я мог что-то сделать вот между плохим и очень плохим, да, я выбирал плохое. Это я выбирал для себя. Если бы побеждал Зюганов, то в стране начиналось... Я сейчас не про Зюганов говорю. Зюганов не мог победить. Зюганов не мог победить. Кто победил на выборах, на самом деле покрыто мраком тайны, хотя я думаю, что на самом деле все-таки большинство проголосовало за Ельцина. Но в любом случае Зюганову, если бы он хотел взять власть, ему нужно было бы выводить людей на улицы. Ему нужно было бы отстаивать свою победу. Он к этому не был готов. В этом главная причина, почему он тогда проиграл. Из-за чего, по вашей информации, умер Борис Березовский? Я не вижу причин считать, что это было не его собственное решение. Но я в этих вопросах всегда очень осторожен. Я считаю, что... То есть вы допускаете, что это самоубийство? Я допускаю, хотя изначально я в это не верил. Я изначально в это не верил. Но потом я встретился с несколькими людьми, которые близки к Борису Абрамовичу, которые сказали, что он находился в серьезной депрессии в связи с некими финансовыми проблемами, которые на самом деле не были на столь ужасны. Но они вот у него в голове так сместились. И я допускаю. Если бы он дожил до того момента, как... Я же правильно понимаю, что вы вышли из тюрьмы после того, как он умер. Если бы он к вам пришел и сказал... Ну, у него, допустим, долг оставался, не знаю, в 50 миллионов долларов. Если бы он попросил вас помочь, как бывает, реагировали? Я не думаю, что Борис Абрамович, который, в общем, был достаточно в этом отношении серьезным человеком, который в свое время, в 98-м году, мне дал кредит под 100% годовых в долларах. И я не думаю, что он пришел бы с такой идеей ко мне. Приватизация 90-х годов это мошенничество? Если бывает такое непреднамеренное мошенничество, то оно имело место быть. Я не знаю, все ли сегодняшние ваши зрители, там, те, кто может быть помоложе, там, кому 12-13... Такие-то не вас смотрят все-таки. Ну, я говорю, может, те, кто помоложе. Насколько они понимают, что вот айфон, там, или другой телефон, которым они привыкли набирать, там, по 200 знаков в минуту, может оказываться непреодолимым препятствием для их дедушек и бабушек, да даже для их родителей. Я думаю, что понимают это далеко не все. Это так, да. Вот я могу сказать, что приватизация в тот момент была в общем достаточно прозрачной. То есть всем людям все рассказали, до всех все довели, и все в общем имели бы равные возможности. Если бы, вот это вот бы очень важно, поэтому я сказал то, что сказал. Если бы старшее поколение, если бы люди, которые жили не в Москве, не в центрах, могли осознать, что есть на самом деле новый экономический порядок, что есть новое экономическое устройство. Вот они этого осознать не могли. А вследствие этого они не могли воспользоваться теми возможностями, которые были предоставлены. И вот в том, что до них не довели на самом деле, на самом деле не довели те возможности, которые у них есть, я, к слову, могу сказать, что это и невозможно было довести за полтора-два года. Вот в этом заключается то, что мы можем с вами сказать квалифицировать как обман, да, ну или мошенничество. Вот в этом обман. У нас была на тот момент дискуссия, и, к слову, могу про себя сказать, что я занимал в этом позицию, за которую мне сегодня было бы не стыдно. Я занимал позицию, и я считал, что нет необходимости приватизировать весь объем акций предприятий, можно значительную часть закрыть в пенсионных фондах, если такая необходимость будет. Ну, естественно, когда началась приватизация в той форме, в которой она началась... А как эти обсуждения проходили? Вы собирались, не знаю, в казино на Арбате вместе с Прохоровым и всеми остальными, или как? Телефон? Это же просто другие технологии. А смысл-то какой мне было принимать участие в этих обсуждениях, имеется в виду с властью? Я занимал позицию. Да, я о ней говорил своим. Я об этом говорил в своем кругу. Но я же не был членом правительства. Хоть раз вам было стыдно за то, что вы в этом участвовали? Слушайте, если я об этом говорю как о реальной проблеме, то это значит, что я ее осознаю как проблему. Как вы ответите на вопрос, который очень часто звучит, когда обсуждается ваше имя, и не только тех, кто за власть, но и тех, кто потенциально готов поддерживать вас, соглашаться с вами. Чем вы и ваши коллеги из 90-х принципиально отличаетесь от так называемых друзей Путина сейчас? Вы и ваши коллеги строго говоря поделили страну тогда на участке. Так называемые друзья Путина тоже фактически сейчас делят промышленность, страну на свои зоны. В чем отличие? Есть принципиальное отличие. Оно даже в свое время выражалось одной фразой. Не надо брать из убытков. Вот те люди, с которыми я работал, и я давайте не буду говорить за всех, но за себя буду говорить. Мы всегда зарабатывали прибыль и получали себе то, что мы брали себе. Это было из прибыли. У нас никогда не было ситуации, что мы берем деньги из бюджета и их просто воруем, не отдавая тем самым бюджетникам. Вот этого, сколько мне не пытались вменить во время моих десятилетних злоключений, не удалось. Пытались, пытались, но тогда государство было настолько бедным, что если бы из него потянули реально деньги, то это было бы очень бы всем заметно. Этого тогда мы не делали. я не знаю, было ли это вследствие моральности. Наверное, нет. Кто-то был моральным, кто-то был неморальным. Вопрос не в этом. Нам просто никому не приходило в голову, что можно так нагло зачерпывать деньги из государственного кармана. Вот если бы мне кто-нибудь сказал в 93-м году, даже в 99-м году, что можно откаты делать по 60-м процентов, по 30-м процентов. А где так делают? Слушайте, я в тюрьме сидел с парнем, который занимался дорожным строительством. Ну, и мы с ним обсуждали, как идут дела. В мое время, в его время, я к тому времени уже второй процесс шел, так что это были десятые годы. Ну, я ему говорил, что у нас там в свое время вымогали разными способами деньги на финансирование разных мероприятий. И 3-5 процентов от оборота иногда вымогали. Выдавали? Ну, там же не было такое, что вы не положи в чемодан. Там же было, так сказать, профинансируют строительство какого-нибудь санатория или еще что-нибудь, что потом может человеку помочь в тот момент еще требовалось для этого голосования избраться в Государственную Думу, например. Конечно, да, Валя, куда же мы денемся из горячего самолета? Так, а сейчас? Он говорит, какие вы счастливцы. У меня, говорит, 70% обычное. Я говорю, слушай, а как ты на 30% дорогу строишь? Он говорит, ну, вот так вот и строю. Это много объясняет, ну, по части качества дорог. Вы смотрели фильм «Побег из Шоушенга»? Ну, считается, одно из величайших фильмов про побег из тюрьмы. Но не понял. Как-то он мне не окружается. Мне всегда было интересно, на Зоне разрешают смотреть фильмы про побег из тюрьмы? Вы знаете, да. Во всяком случае, я не видел каких-то жестких на эту тему ограничений. Потому что, ну, это же все-таки настолько детские игрушки. Хотя, была одна история, вообще фантастическая. Я сидел в Четинском СИЗО, и мой адвокат защищал так называемых бегушников, ну, тех, которые убежали. Там лазарет находится на первом этаже. И вот эти вот ребята умудрились прорыть подземный ход длиной 164 метра и выйти строго за щитом автобусной остановки. Они были горняками, правда. Как они вынесли всю эту землю и высыпали во дворик... А чем они рыли? Вилкой? Непонятно. то есть, там разные есть на эту тему версии, но они рыли подручным инструментом. Они прорыли 164 метра по прямой и ушли. Юрий будет дуть, дуть, будет Юрий Давайте еще проартикулируем про ту самую семибанкирщину. Мы мелком прибежали. Почему вы отрицаете тот факт, что она была? Почему вы не согласны с этим? Мы сейчас говорим же про управление страной. Да. Поверьте мне, для меня Борис Николаевич Ельцин в 93-м, в 96-м году был президентом, находящимся от меня на гораздо более далеком расстоянии, чем Путин даже в 2003-м. Просто потому, что Путин был уже человеком нашего поколения, мы знали его историю, мы прошли одинаковые на самом деле университеты, вы посмотрите, Путин же тоже в общем из 90-х. А Ельцин это был некий монумент, который пришел из того времени, я его помню с 85-го года. ну хорошо, для вас допустим, но для условного Бориса Березовского, которого тоже в ту самую СМИ банкирщину включают, он же прям вот рядышком. Да не верьте вы в это. Вот сейчас я посмотрел фильм, Кричевская сделала «Слишком свободный человек». Про Бориса Немцова. И там был очень один интересный момент, как Борис Немцов и Татьяна Дьяченко рассказывают про момент назначения на пост вице-премьера Бориса Немцова и какую роль в этом играл Борис Березовский. Ну это анекдот. Никакой? Это человек, который постоянно вот он тратил все свое время на то, чтобы находиться в коридорах Кремля. Ну или Белого дома в зависимости. И в зависимости от этого в приемных, который расходовал на это очень большие деньги. И если он слышал вот какую-то подобную ситуацию, что там кого-то назначают или еще что-то, а это всегда пробалтывается чуть раньше, он бежал к тому человеку и говорил «Я решаю твою проблему». Я решаю твою проблему. И очень многие люди на это попадались, потому что действительно ведь его назначали. И вот там просто в лицах по минутам рассказано, как это происходило. Посмотрите. Обязательно. Это фильм, который, насколько я слышал, заслужит то, чтобы посмотреть. Но подождите, то есть не Борис Березовский выбрал Путина на царство после Ельцина? Я же вам сказал, что речь все-таки шла о ситуации до 98-го года. 98-й год Путин, назначенный на пост директора ФСБ, ситуация с Сепашиным и ситуация с тогдашним генпрокурором Скуратовым. Вы все это, я думаю, помните. Которого с девочками в бане застали. Кто-то отказался от участия в этой провокации, кто-то согласился. Тот, кто согласился, был признан достаточно преданным. Кого вы имеете в виду? У меня нет доказательств, поэтому я могу в данном случае высказывать только предположения. То есть вы хотите сказать, что Владимир Путин мог быть замешан вот в этом скандале, про который вы в телевизоре говорили. Если спрашивать мое личное мнение, я в этом абсолютно убеждю. Ельцин ушел в нулевые годы. Объясните, зачем вы тогда спонсировали чуть ли не все оппозиционные партии, которые были на Руси? А я всегда помогал всем партиям, всем политическим партиям, которые, на мой взгляд, были более-менее вменяемыми. То есть тогда вы считали, что не вменяемые все, кроме единства? У меня на самом деле единство просто помогали без меня наши коллеги. У меня же в компании и в этом отношении была полная свобода. Каждый мог помогать той партии, кому считал нужным. А в чем смысл? Моя личная убеждена. В лоббизме? Чтобы были люди, которые могли помогать? Смешной подход. С людьми гораздо проще договариваться, когда они уже в Государственной Думе. Нет. Это исключительно внутреннее понимание того, я вам про это сказал, что люди должны быть представлены. Вот у меня это внутреннее убеждение. Я при Борисе Николаевиче делал то же самое. Я помогал оппозиции. Вот я в 93-м году, когда мы сцепились по-серьезному с... Да что до этого? В 91-м году, когда, так сказать, разборка сошла с ГКЧП. Когда это закончилось, я все равно помогал тем людям, которые до этого были в ГКЧП. Потому что я считал, что они имеют право занимать ту позицию, которую они занимают. Борис Николаевич про это знал. В 93-м году, после тех событий, где, и опять-таки, если бы они победили, меня бы как минимум в тюрьме бы я оказался. Потому что я очень четко занимал позицию. Я вообще любил всегда быть и до сих пор любил на передовом рубеже. Вот. Но когда все закончилось и Рудского выпустили из тюрьмы, он оказался без денег, я ему помогал. просто потому, что я считал, что оппозиция должна быть, и ее не надо добивать. И такая же позиция у меня сохранилась при Путине. Другое дело, что у Путина была иная позиция, чем у Бориса Ельцина. То есть вы помогали и коммунистам в том числе? Коммунистам у нас же были люди, которые помогали коммунистам. Здесь... Жириновскому? Вы давали деньги Жириновскому? Я вот не помню, по-моему, мне не приходилось Жириновскому давать самому. Но если бы потребовалось, я бы ему дал вообще никаких проблем. Зачем? Еще раз, если... Это же фрик-шоу, это не политика. Это не важно. Если у вас в стране есть 20 миллионов человек, или там в случае с Жириновским 10 миллионов человек, которые хотят, чтобы этот человек представлял их политические интересы в парламенте, извольте эту возможность людям предоставить. Убеждайте их, что это неправильно. Убеждайте. Но в тот момент, когда вы начинаете селектировать людей в парламенте, потому что этот фрик, а у того коммунистические убеждения, а тот еще что-нибудь неправильное делает, вы получаете вот то, что вы получили на сегодняшний день. И я боюсь, что вот этот вот главный урок, он неосознан. Вы много раз восстанавливали цепочку событий, как вас выпускали из тюрьмы, а я нигде не читал, не слушал. Вы могли бы восстановить тот самый приземление в Иркутске? Не в Иркутске, в Новосибирске. В Новосибирске? В Новосибирске. Что происходило? Вот, вот... Да ничего особенного. Приземлились в Новосибирске, увидели оцепление, стоящее вокруг самолета на большом расстоянии. Сразу? Да, там на большом расстоянии стояло, я думаю, там в районе батальона стояло. Вот. Рядом приземлился самолет, но это я не видел, 86-й Ил. Вот. К нам пришла группа захвата, очень вежливая, так сказать, прислали тех людей, которых я знал, специально, чтобы не было конфликта, никаких там криков, шумов, как в фильме «Туши». Не было, естественно, это все у него художественные эти. Просто сказали, что нам поручено вас доставить в качестве свидетеля, свидетеля в Москву. Уверенность тогда в себе та самая звериная растворилась? А ее и до этого не было. Была проекция. Я же вам объяснил. Да, вы делали... Вы могли в тот момент, в момент, когда группа захвата поднималась на борт, представить себе число 10? Нет. Что 10 лет вам придется провести в тюрьме? Нет. Я, когда разговаривал с ребятами, мы говорили, что 2, ну, крайняк 4. Потому что мы были уверены, что это дело в суд направить невозможно. Невозможно это дело направить в суд. потому что такую ересь ни один суд не примет. Как же я был наивен. На вашей зоне были воры в законе? На зоне... На второй в Карелии были. И в этом... В изоляторах были в СИЗО. Как ваши коммуникации с ними настраивались? Никак. Просто никак. Я в другой среде. Я не скрывал никогда свою позицию на эту тему. Я вас сажал, когда руководил нефтяной компанией. И, в общем, если сейчас будет такая же необходимость, буду опять сажать. И нормально это, в общем, встречало нормальное понимание. Я не очень понимаю, а что значит еще буду сажать? те люди, которые пытаются расхитить нефтяную компанию или там угрожают, как это делали в наших нефтяных городах, а это, собственно говоря, делали эти самые воры в законе, угрожают нашим сотрудникам, мы обеспечивали... внутризоновое влияние применить на вас? Ну, это не так просто. Во-первых, не надо все-таки представлять их влияние как чрезмерно большое. Во-вторых, они люди, привыкшие к относительному внутризоновскому комфорту, а после такой атаки, наверное, они бы этот комфорт потеряли. По обвинению Михаила Борисович, смотрите, я не застал 90-е сознательным человеком, глубоко сознательным человеком, что я знаю, общаясь с самыми разными людьми, в том числе, которые старше меня на 10 лет, 10-15, и которые делали карьеры в 90-е. Я от самых разных людей очень часто слышал, что люди из нефтяных компаний, выстраивая бизнес, практиковали самые жесткие методы, в том числе убийства. Почему я так часто об этом слышал? И это будет голословная передача и все остальное, но про вашу компанию я тоже тогда это слышал. Почему так говорили? Потому что у людей в голове есть некое представление о ситуации. У людей есть представление, что невозможно же по-другому. А вот если реально посмотреть на то, что происходило, то легко увидеть, что с момента прихода к руководству компаний вот этих вот самых новых предпринимателей как раз вал убийства и закончился. Причина в этом была достаточно простая и понятная. Только деньги. Когда на чем, собственно говоря, бандиты делали деньги в нефтяных компаниях. Руководители нефтедобывающих управлений, тогда же деньгами было плохо, они имели квоту на продажу нефти. И эту квоту на продажу нефти они использовали для того, чтобы поставлять товары народного потребления своим работникам и так далее. К ним приходили бандиты. Сэмси, представьте, он живет кто-нибудь в каком-нибудь городке Пытьях или я не знаю. Ноябрьск. Ноябрьск большой город, а управление оно сидит в маленьком каком-нибудь городке. К нему приходит, у него семья, вот она, никакой охраны, ничего у него нет. Ну, приходит, ну, ты либо отдаешь нефть, либо, так сказать, у тебя дети завтра до школы не дойдут. Ну, естественно, он отдает. Естественно, он отдает. Там чеченцы были, там много кто был. Когда мы пришли, я первое, что сделал, я подписал распоряжение, что право распределять нефть имею только я. Это было в моем уголовном деле. Что Ходорковский для того, чтобы сграбить всю нефть. Да, укрался нефть. Да, да. Он для этого, так сказать, отнял у всех право распоряжаться нефтью. Что произошло? Мое распоряжение действует для транспортников, да, то есть без моего распоряжения транспортники не принимают нефть к транспортировке. Соответственно, приход бандитов к вот этим вот начальникам управления, он потерял всякий смысл. Он приходит и говорит, да я тебе что хочешь подпишу, но без подписи Ходорковского нефть никто не выпустит. Иди разговаривай к Ходорковскому. Ну, знаете, во-первых, до меня далеко, я все-таки в Москве. А во-вторых, поскольку мне скрывать-то в общем нечего, я сразу, тогда было управление по борьбе с организованной преступностью, я без всяких разговоров, только слышу какую-нибудь угрозу, вперед. Вы допускаете? Что людей убивали без вашего ведома. Я менеджер, я топ-менеджер, я не руководитель компании. У меня есть задача что-то сделать. И для этого, я сейчас скажу чудовищную вещь, мне нужно убить мэра города, с которым что-то не получается. И я делаю это, не говоря владельцу своей компании. Если бы от мэра города что-нибудь зависело бы, я бы мог бы, наверное, допустить, что какой-то человек, какое-то решение мог бы принять. Проблема в том, что от мэра ничего не зависело. И вот это как раз оказалось той проблемой, которую сломала зубы наше уважаемое обвинение. Они бы мне были бы очень рады предъявить это обвинение. Они 10 лет вокруг велись с этим обвинением. А почему не предъявили? А ты попробуй людям объясни. Ну, а зачем нужно было? Что такого решал мэр миссибирского городка? Что вот он решал? Чем объяснить то, что жена его, жена того самого мэра вас обвиняет? Надо просто вспомнить, что изначально она несколько раз меняла свою точку зрения. Угу. Вы связываете это просто с тем, что с ней работают? Я не хочу, я не хочу сейчас углубляться в те версии, которые были. Более того, если вы поинтересуетесь, там есть смешная ситуация. Дело же было раскрыто на самом деле. Угу. Или вы рассказывали, преступников нашли? Да. А потом выпустили. Угу. А потом опознали вдруг совершенно других людей. Юрий будет дуть, дуть будет, Юрий. 2014 год, март, Украина. Вы поехали выступать на Майдане. Спасибо! Спасибо! Я верю, что у России и у Украины единый, общий, европейский путь развития. И я желаю вам удачи. Мне предоходилось слышать версии, что у вас ваша жизнь после освобождения, ну, ваше представление в том числе изменилось как раз там. Вы до этой поездки совершенно не думали о том, чтобы заниматься политикой, пусть даже покасательной, совсем покасательной. Оказавшись на Майдане, что-то изменилось. Это не совсем так. Когда меня из лагеря вывозили, я оказался на борту самолета, имеется в виду еще ФСБшного. И там сидел человек, который, собственно говоря, отвечал за все это дело ЮКОСа от ФСБ. И я у него спросил, я говорю, давайте пока мы знаем, что указ еще не подписан, и я еще здесь. Давайте мы все-таки проговорим. Вы понимаете, что если, что когда я освобожусь, я не буду сидеть на заднице ровно? Говорит, мы понимаем. Я у него спрашиваю, ну что, вы хотите какие-то предъявить, какие-то красные линии начертить, а я, соответственно, решу, либо я эти красные линии принимаю, либо я их не принимаю, и указ, соответственно, тогда не будет подписан. Я сказал, у меня никаких на эту тему распоряжений нет, но я спрошу у своего руководства. Ну, с тех пор человек мне на эту тему ничего не сказал, ну и вообще на контакт не выходил. Значит, я пребываю в полном представлении, что единственное обязательство, которое я на себя взял, это что до времени освобождения, которое должно было наступить, я занимаюсь только семьей и не занимаюсь политической деятельностью. Это действительно было так, потому что, к сожалению, у меня была очень тяжелая ситуация в семье, и я находился рядом с моей мамой. Вот. И единственное исключение, которое я сделал, оно не касалось российской политической жизни, оно касалось украинской политической жизни. А правда ли, что вам предлагали или велись разговоры о том, чтобы предложить вам пост министра энергетики Украины? Мне лично никто не предлагал. Но вы слышали об этом. Я слышал об этом, но мне лично никто не предлагал, и совершенно очевидно было, что я на такие вещи никогда не согласился. А если бы должность премьер-министра Украины? Мне безразлично. Политическая работа в такой стране, находящемся на таком переломе, как вот сейчас Украина, это всегда огромный риск и всегда плохое отношение людей. Потом, может быть, длинная память будет хорошая. Я готов идти на такие риски ради моей страны, но идти на такие риски ради уважаемой, но чужой страны я, естественно, не готов. Открытая Россия. Организация, которую вы запустили в 2014 году. Можете назвать две-три вещи, которые за эти почти три года сделаны, которыми вы либо гордитесь, либо очень довольны? Ну, я считаю, что достаточно неплохим проектом в конечном итоге стал сайт Открытая Россия, который может быть не суперуспешный в сравнении с вашим блогом, но, тем не менее, в своем направлении, которое мы можем назвать как правозащитно-либеральное, он смотрится неплохо. Неплохо смотрится наше правозащитное направление в целом, которое, в общем, как вот сейчас оказалось во время вот этих весенних событий, стало одной из, может быть, трех структур, способных очень быстро развернуться в широкую сеть для того, чтобы помочь большому количеству людей. Знаете ли вы, какая репутация у Открытой России в Москве, в том числе в кругу так называемой либеральной интеллигенции? Я достаточно регулярно ее читаю в Фейсбуке. Ну, для тех, кто не понимает, та самая либеральная интеллигенция считает Открытую Россию очень малопонятным проектом, где царит хаос и где по странному принципу собраны люди, многие из которых вызывают подозрения в том, что они здесь просто чтобы разводить вас на деньги. Как вы на это реагируете? Я на это никак не реагирую. Но людям хочется считать, что, например, такой человек, как Маша Баронова, не должна работать в открытой России, потому что у нее какие-то отношения с какими-то людьми, не знаю. Потому что она гиперэмоциональна. Да, или гиперэмоциональна. или там... Я считаю, что она хочет вложить свой вклад в общественную деятельность. Она может это сделать. Она спасает, реально помогает людям. Да. Я готов терпеть то, что мне напишут в этих фейсбуках. Мне на это наплевать. После того, как вышли на свободу, что было вашей рекордной тратой денег? На что вы прям потратились? Какой каприз вы себе позволили, на который с вашего счета ушло много денег? Я могу сказать, что самый такой каприз эта жена сказала, что я не хочу жить в арендованном доме, я хочу, чтобы это был наш дом. Блин, он был дороже процентов на 30 рынка. Потому что именно этот дом? Ну, потому что тот человек, который его продавал, он на самом деле должен был платить налоги и нам надо было компенсировать ему налоги. Но я видел, что для жены это реально важно. Два миллиона фунтов. Да? Ну, назовите эту цифру. Это дом в Лондона, правильно? Нет, это я тогда купил в Швейцарии. А, в Швейцарии. Да, я купил в Швейцарии. Да, приблизительно, наверное, можно два миллиона фунтов евро оценить. В прошлом году Открытая Россия пошла, участвовала в выборах. Схема, от которой, если честно, я просто охренел, когда ее увидел. Открытая Россия, я правильно понимаю, искала кандидатов, которых бы она поддерживала, ну, буквально по объявлению. То есть, конкурс в интернете, собеседование. Вам действительно кажется нормальным такой способ выбирать депутатов, которые потом окажутся в Госдуме и будут так или иначе определять нашу жизнь? Если бы мы говорили про депутатов, если бы мы говорили про реальных депутатов и в нормальной избирательной системе, то, конечно, надо было бы проводить праймерис. Но в той ситуации, в которой сейчас находится наша страна, когда избирательная система вот так вот сломана об колено, когда политическая система сломана об колено, ну, а как вы хотите дать возможность молодым людям проявить себя? Ну, либо иди в офис Единой России, да, либо что ты можешь сделать, если ты хочешь себя попробовать? Вот как ты можешь себя попробовать в качестве общественно-политического выделить? Он может быть кем угодно. Он может быть человеком, которого постер Чикатило висит в доме. Если у него нулевая репутация, как это понять, когда он пришел вам буквально с улицы? Ну, все-таки мы из 450 человек отобрали 20, 23, по-моему. То есть нельзя сказать, что уж людей совсем никак не проверяли. Если бы это было так, то число скандалов с этими людьми было бы радикально больше. Ну, нет. Конечно, брали тех людей, которые с точки зрения вот нашей оценки были перспективны. И я рад, что мы, в общем, значительной части из них не ошиблись, и они стали тем самым костяком открытой России, которая вот сейчас работает в регионах. Мария Баронова, которая активно тогда тоже участвовала во всем этом процессе, говорила, что на выбору на поддержку и на весь этот процесс, выбрав Думу, вы потратили около 3 миллионов долларов. Это правдиво? Я не могу комментировать данный вопрос, и мне не хочется его комментировать, и не потому, что я стесняюсь рассказать, я просто не хочу подставлять людей. Подставлять людей? Почему? Ваши же деньги? Совершенно верно. Но, глубокому сожалению, наша власть по-разному истолковывает то, что я делаю. В любом случае, речь очевидно идет о сумме больше, чем миллион долларов. У вас нет ощущения по прошествии этих выборов, что эти деньги были спущены в унитаз? Чтобы потратили их зря? Если бы мы с вами посмотрели на реальную избирательную кампанию, то, конечно, ее критерием была бы победа на выборах. Но в той ситуации, в которой мы находились, естественно, ни о какой победе на выборах вести речь было нельзя, потому что, понятно, этого бы никто не допустил. Стоит ли тех вложений и силы времени и, в общем, репутации отбор полутора десятков людей в регионах России, за которыми пришли собранные в рамках вот этой вот избирательной кампании активисты, которые, собственно говоря, и составили костяк открытой России, я считаю, несомненно, стоило. А, собственно, мы сейчас наблюдаем это в исполнении Алексея Навального, который тоже с высокой степенью вероятности ни на какие выборы не попадет. Во всяком случае, избирательная комиссия об этом высказалась достаточно определенно, а действия властей демонстрируют, что, видимо, это было согласованное высказывание. Тем не менее, тратятся очень большие средства по всей стране на то, чтобы привлекать людей в штабы, и я считаю, что это не напрасно, это очень важно. Представим, что что-то случилось, и Навального допустили к выборам президента России 2018 года, и представим, что он побеждает. Как бы вы на это отреагировали? Вас бы это вызвало радость или страх? У меня бы это вызвало бы с одной стороны радость, потому что я считаю, что любая сменяемость власти это хорошо. С другой стороны, я точно бы сказал, что, ребята, делайте склады на тяжелые времена. Голод начнется? Не голод, я имею в виду в широком смысле. Нет, просто мы вернемся к неприятной для всех системе монопольной власти в течение нескольких лет, может быть, пяти лет, может быть, шести лет. Что такое монопольная власть? Монопольная власть это когда в стране существует один центр легитимности, один центр, который полномочен принимать решения. Все остальные зависят от него. То есть то же самое, что сейчас? Да. А, то есть для вас между Навальным и Путиным знак равно стоит? Нет, он не стоит знак равно. Еще раз я говорю, сменяемость всегда лучше. Путин в начале своего пути воровал намного меньше, чем сегодня. Путин в начале, ну или давал воровать своему окружению, мы не знаем там, сам Путин лично что-то кладет в карман или нет, но давал воровать своему окружению намного меньше. Путин в начале своего пути был заметно либеральнее, чем сегодня. Но путь, который проделывает вождь в нашей стране, он всегда более-менее один. И с этой точки зрения я считаю, что очень важно, чтобы и Навальный прошел во власть, и еще какие-то люди прошли во власть, те, которые представляют какие-то группы. Но у вас нет сомнений, что Навальный рано или поздно превратился в Путина? Я не могу сказать, слушайте, невозможно сказать, про человека, я даже про Путина не могу сказать до конца, не может ли Путин измениться. Но мой опыт показывает, что все те люди, к которым я относился очень хорошо, я знал их гораздо лучше, чем сегодня я знаю Алексея, они все прошли вот эту эволюцию, к глубокому сожалению. Я, естественно, опасаюсь такой же ситуации, и ровно поэтому я считаю, что мы должны ставить вопрос не кто, а что вместо Путина. И вот это та позиция, которую я на сегодняшний день занимаю. И нет ни одного имени человека, кроме Навального, если все-таки представить, что, допустим, парламентская республика это дело далекого прошлого, а сейчас мы говорим о 18-м году. кто мог бы стать президентом, если бы не он? Я считаю, что вы очень пессимистично относитесь к нашей стране. Мы проходили возможность, мы проходили парламентскую республику, и если бы не возникла личность Хазбулатова, то, вероятно, мы бы сохранили бы эту форму правления. Да, сначала это была бы президентская парламентская республика, но я считаю, что реальная смена власти у нас в стране произойдет, во-первых, в течение ближайших 8 лет, а во-вторых, она будет именно смена на президентскую, парламентскую или парламентскую республику. Никакой другой смены не будет. Еще одно предание, почему вы все-таки попали в тюрьму. Якобы существует запись вашего разговора с американцами, которому вы сказали, что вы готовы спонсировать превращение России в парламентскую республику. Нет, скелепет. По-моему, говорили, что я это обсуждал с кандализой РАС. Я себе представляю, если бы я кандализе РАС что-нибудь подобное выдал, она бы точно покрутила бы пальцем у виска, сказала бы все с этим, этому пацану больше не наливать. Почему? Ну что вы, смеете, что ли? Российское ядерное оружие является очень важным гарантом того, чтобы мы не наращивали военные расходы. Вот на самом деле ядерное оружие позволяет нам, вот если не заниматься чем занимается нынешняя власть, чтобы мы тратили на военные расходы намного меньшую долю от ВВП. Это очень важный элемент в нашей стране. И какие-то идиотские обещания во-первых, никто не дает, а во-вторых, если бы кто-то такие обещания дал, нет дурака, который в них поверит. Ну что вы. А если их дает один из, если дает самый богатый человек России? То этот богатый человек... У которого есть деньги на то, чтобы это организовать? Который спонсирует оппозиционные партии? Ну, во-первых, любой умный человек понимает, что есть предел, за которым деньги ничего не решают, а те, кто верят в обратное, они, как правило, не слишком умные люди. Вот. А во-вторых, когда разговаривают с человеком, которому уважают, да, то глупости от него обычно не ждут. Вот. Предложить свою страну поставить заведомо невыгодные условия, тем более в отсутствие гарантии исполнения этого своего обязательства. Ну, представьте себе, победил, а потом сказал нет, да? Угу. И что делать? Ничего. То есть это обязательство без гарантии исполнения. То, вот такое вот обязательство, чтобы оно прозвучало, это не уважать своего контрагента. Что есть ваша мечта сейчас? Будут только без мира во всем мире и, разумеется, без семейных вещей. Да нет, никакого мира во всем мире. Я очень, я очень надеюсь, что я смогу в какой-то момент вернуться в Россию и ощущать там себя свободным человеком. вот свободно. Вот иду по улице, навстречу идет полицейский, а мне безразлично, ну, или я могу спросить у него дорогу. Вот я иду по улице, а или еду на машине, а никакие кортежи каждые три минуты меня на обочину не сталкивают. Вот я очень хочу успеть за свою жизнь вернуться в такую Россию. Было ли у вас в тюрьме телефон мобильный? Не было у меня мобильного телефона в тюрьме, но... Когда впервые вы положили на ладонь вот это вот изобретение, изменившее мир, это было на свидании с семьей или только тогда, когда вы вышли? Я вам не расскажу. А-а. Это до сих пор чувствительная информация. Чувствительная? Да. То есть каким-то образом вам все-таки в камеру вам проник? Это до сих пор чувствительная информация. Хорошо. Неважны обстоятельства. Вы помните ощущения? Вы понимали, что это бомба? Я же занимался компьютерами. Вот, собственно говоря, так сказать, с компьютеров начал все мой бизнес. И я и в институте всегда занимался. Тогда было попроще. Там были фортраны и так далее. Мне больше это нравилось. Вот. Я понимал, как вот эта вся система развивается. Она была и развивалась быстро, и мы пытались все время брать самое новое. И на самом деле мы в компании реализовали не просто безбумажную технологию, а мы реализовали ту модель, которую потом была реализована Эпплом. Но она была реализована для одной большой компании. А здесь я смотрю, что это теперь обычный бытовой прибор. А, то есть это было сделано для что-то элитного, для государства, да? Ну, не для государства, для компании. То есть это была разработка, которую мы купили. А здесь для любого? А здесь это для любого. Стоит по сравнению с тем, что мы тогда за это платили, буквальные копейки. я понимал, какой рывок нам внутри компании дала тогдашняя наша разработка, вот эта безбумажная технология, вот этот доступ к компьютерному моделированию. Я понимал, что если сегодня это доступ не для десятков тысяч людей, а для сотен миллионов, то это просто революция. Блиц, у нас есть очень короткая рубрика в конце, когда мы задаем вопросы коротко, отвечать можно не обязательно коротко, иногда я буду требовать вас пояснений. Лучший город земли? Я очень люблю Москву, просто я, поскольку прожил в ней всю жизнь. Кроме Москвы, я очень люблю Томск, а сейчас... Томск? Да, вот я обожаю Томск. Почему? Ну, то, что я знаю, там потрясающе красивые девушки, это студенческий город, где у тебя просто глаза из орбит вылетают. Та же или мотивация у вас? Он очень... Сейчас уже вряд ли... Он энергичный очень город. Вот он энергичный, вот ты приезжаешь туда, и ты че... Вот это... Вот нету этого сна, который во многих российских городах меня за пределами Москвы раздражает. Я люблю динамику, я люблю энергию. Вот в Томске она есть. Ксения Собчак или Любовь Соболь? По-разному. Мне очень нравится Собчак. Я, так сказать, к ней очень хорошо отношусь, на самом деле, считаю, вообще талантливый человек. Я знаю Любу Соболь, и я надеюсь, что она через несколько лет, если будет продолжать заниматься этим бизнесом, она выйдет вот на тот же уровень. Но, конечно, сегодня, когда я смотрю на лучшие выступления Собчак, лучшие, да, у нее есть лучшие, и лучшие выступления Любы, Собчак все-таки еще пока профессиональней, но у Любы зато гораздо больше времени. Никто еще так изящно называл Ксению Собчак старухой. Ну и главное, оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете? Знаете, я вот когда смотрел ваш разговор с Навальным, я вот задал этот вопрос. Я думаю, две возможные модели. Вы извините, что я вот на эту тему подольше. Давайте, конечно. Первая модель, он будет врать. Ну, это тогда неинтересно. Зачем задавать вопросы, если человек будет врать? Неинтересно. А представим себе, что вот он будет отвечать на вопрос честно. Ну, какой вопрос меня может интересовать? Владимир Владимирович, ну вот почему вы не уходите? Вы его честный ответ. Я знаю его. Боюсь. Боюсь. Правильно боится. Да? Так сказать, риски огромные. Почему боится? Может, не на кого оставить? Пусть он сам в этом виноват. Сам. Он сам сделал все, что бы не было. Не на кого оставить, это значит, что потом будет? Что? Будут у него в том числе проблемы. Стоп. Борис Ельцин смог договориться, чтобы его никто не трогал? А Путин не сможет. Почему? К глубокому сожалению, Путин, в отличие от Бориса Ельцина, для которого личные риски все-таки до самого конца были менее значимы, чем страна, для Путина я боюсь. Я хочу ошибиться. Но я считаю, что для него личные риски, риски для его окружения, которые, по сути дела, им уже на сегодняшний день в значительной степени манипулируют, более важны, чем проблемы для страны. И именно поэтому ему будет очень тяжело договориться. Можем спросить у него еще какой-нибудь вопрос, например, почему ты помогаешь своим друзьям из кооператива «Озеро» ну вот там Навальный все время это исследует становиться мультимиллиардером. Это же наносит тебе гигантский политический ущерб. Михаил Борисович, а вот на этот вопрос? Да, ответ мы знаем. Какой? Опять же. Он такой, с одной стороны, для русского человека понятный, с другой стороны, неприятный. Друзья. Смотрите, Михаил Борисович, этот вопрос вполне я мог задать и раньше, но просто мы заговорились о другом. А вам никогда не казалось, что вы после выхода на свободу похожи на Путина в этом? Ведь вы окружаете себя людьми, и это мнение очень многих из тех, кто с вами работал на самых разных должностях. Я общался с ним, когда к вам шел. Есть ощущение, что Ходорковский окружает себя не теми людьми, которые хорошо делают работу, а теми, кому он доверяет. И вы тоже очень часто нанимаете людей скорее по принципу лояльности, верности, преданности. Немножко другая ситуация, согласитесь. Если я управляю страной и действую это по закону, действую по закону, то закон меня поддерживает. Если я нахожусь в оппозиции государству, которое занимается неправовыми решениями вопросов, то те люди, которые ко мне приходят, они априори люди мотивированные, они априори люди готовые рисковать. И в этом вопросе, конечно, их можно назвать лояльными. Потому что они не просто приходят на работу, они берут на себя риски. И что мы с этим можем поделать? Такая ситуация. Но хочу обратить внимание, я ведь не позиционирую команду, которая работает в открытой России, как ту команду, которая может сменить Владимира Путина. А кто знает? А вот вдруг вы пойдете условно, вы сами говорили, что вы готовы быть антикризисным президентом, вот случилось так, что вы стали антикризисным президентом, где гарантия, что все те самые люди, которые вам давно верны, которые, я сейчас ни в коем случае не стебусь над этим, которые хранили вам верность, пока вы были в тюрьме, которые становились вашими друзьями, пока вы были в тюрьме, по переписке или как-то еще, что вы не позовете их во власть? Где гарантия? Вот это вот, между прочим, было интересное место в вашем интервью с Алексеем, я над ним повеселился, когда вы обсуждали вождизм, а он говорил, что у меня в команде куча людей, которые могут быть будущими министрами. Вы согласны с тем, что вы вождист? Абсолютно на сто процентов нет. Значит, вы, наверное, знаете многих людей, которые работают в фонде борьбы с коррупцией? Наверное, они могут быть кто-то из тех, кто находится сегодня в команде с будущими министрами. Но вопрос же не в этом. Вопрос в том, какую изначально задачу я ставлю перед собой. Я изначально ставлю перед собой задачу, чтобы во власть пришли те люди, которые представляют свои регионы, свои города, свои группы поддержки. И крайне маловероятно, что среди этих людей будет большинство тех, кто сегодня находится в открытой России. Кто-то будет, несомненно. Но это будут и совершенно другие люди, и гораздо более левые. Я считаю, что вот это принципиальная вещь. Мы изначально, не надо верить в то, что придет добрый царь и потом сделает всем хорошо. Надо изначально ставить задачу привода к власти одновременно большого количества представителей российского общества. я этим и занимаюсь. Финал. В финале мы забираем подарок у нашего гостя. Есть ли подарок? Ой, рассыпался. Пара-бара-бам-пам. Мы такую игру разыграли вместо Путина, которая сначала все смеялись, монополька такая, а потом мы ребятам предложили поиграть и с трудом вытащили из... Это настольная игра? Это настольная игра. Вместо Путина называется. Так, вместо Путина. Блин, это несколько противоречит условиям конкурса, который мы решили объявить для наших подписчиков, которые пренепременно подпишутся и все сделают. Ну, окей, пусть будет противоречие все равно. Просто мы считаем, что политика в России сейчас, к большому сожалению, довольно бессмысленна. Не знаю, что ей не надо заниматься, но мы немножко грустим от того, что вы сейчас полностью в политике, а вы все-таки были бизнесменом. И вы сами сказали, что вы отсекаете всех тех, кто приходит к вам с инвесторскими проектами. Но мы предлагаем нашим зрителям в комментарии в формате нескольких предложений описать идею стартапа хорошо звучит для Михаила Ходорковского, который, возможно, бы его заинтересовал. И если не увел бы из политики, то хотя бы ну чуть-чуть его отвлек, чтобы энергию можно было уплескивать. Мы сами выберем идею самого необычного, странного, смешного какого угодно стартапа и подарим ему вот эту замечательную игру. Николай Борисович, спасибо большое. Спасибо. Юрий будет дуть, дуть, будет Юрий, Юрий будет дуть, дуть, ееее.